Дворовый бобик любимят детей и бабушек или агрессивный полудикий зверь. Обращение с животными без хозяина теперь строго регламентируется. Новый федеральный закон защищает их от жестокости, но каждая бродячая собака должна знать свое место. Статистика такова. Ежегодно в России от нападения бездомных псов гибнут порядка 35 человек. Необходимо изолировать их, но гуманным способом. Сегодня в губернской думе этот вопрос обсуждали в формате круглого стола. Чиновники, депутаты, зоозащитники и представители общественности. Для нас важно, чтобы вопрос контроля численности животных без владельцев осуществлялся исключительно гуманными методами. Конечно, агрессивные животные не должны присутствовать в городской среде, но что касается в целом ситуации, нам важно, чтобы был определенный диалог. Каждое бездомное животное должно быть поймано, чипировано, стерилизовано, вылечено и помещено в специальный приют. Таковы требования нового закона. Усыпить можно только бешеных и неизлечимо больных собак. Впервые в нормативном акте появилось положение. Животное существо способны испытывать физические страдания и эмоции. Есть и правила их содержания в приюте. Это температура не ниже плюс 7 градусов, кормление и выгул два раза в день. Деньги на это выделяются из бюджета, но пока приютов не хватает. Те, что есть, не соответствуют требованиям. Кто конкретно займется их обустройством и содержанием собак, вопрос пока остается открытым. Логично было бы поручить это дело людям неравнодушным, тем, кто не только смогли бы взять на себя ответственность за судьбу животного, но и привлечься в финансирование со стороны спонсоров. Поэтому губернатор предлагает, прежде всего, помогать тем людям, которые занимаются не в силу должностных обязанностей, что их назначили защитниками животных, не в силу того, что они хотят на этом деле заработать, а те, кто по зову души создает некоммерческие общественные организации и занимается этим на практике уже не один год. И мы имеем сегодня в этом зале тех людей, которые этой работой заняты. Мы должны помогать им. Мы должны выделять им субсидии для того, чтобы они могли развиваться, осуществлять свою деятельность. По мнению участников обсуждения, необходимо оказывать господдержку частным приютам для животных и создавать муниципальные. Кроме того, в числе рекомендаций – определение норматива расходов на отлов, вакцинацию и содержание собак и установлению административной ответственности за безответственное обращение с животными со стороны владельцев. Олег Зверев, Максим Гусев. События.